Здравствуйте, я Олег из Саратова с братом Рафиком, немножко на рынке овощи, фрукты, торгуем на Саратове почти весну, а вот у меня, видите, это маечка у дяди Гамлета взял, да он сказал, лимитированная версия, это, знаешь, Dolce Versace, ни у кого такого нет, вот. Я все знаю, все понимаю, в любую вещь разбираюсь, потому что в каждую вникающую мне жена Этери, цветочек мой калифорнийский маг. Она мне вопрос задает, чтобы тоже все знать, Этери, что ты меня спросил в последний раз? Олег, что там, если Соловьев хочет Берлин и Лондон захватить, что ли? Да-да-да, слушай, ну не шуми только, не шуми на все улицы, да, Соловьев, Берлин и Лондон хочет захватить, а пометить, так сказать. Действительно, он в своей передачке, которую он ведет, эту шизофреническую, про это орал. Ну что, я буду зря рассказывать, вот сами его послушайте, как он это хочет сделать. Давайте создадим вообще любые ЧВК и скажем, это просто, знаете, какие-то, мы вообще ни при чем. Мы, да мы не знаем, кто захватил Берлин, мы не знаем, кто нанес удар по Лондону, это какие-то музыканты. Эти ЧВК войдут в столицу этих гребанных нацистских государств, потому что у них нет армии. Да, нужно на самом деле человека немножко пожалеть, посочувствовать ему, дело в том, что вот на днях у Соловьева нашли в Италии на озере Кома третью виллу, понимаешь, которую он на маманку записал, да. И вот он получается, вот это виллы у него были одна, другая, вот теперь третья, и ему их не видать больше. Понимаешь, что с человеком творится? Он под санкциями, ведь он думал же, что он поработает здесь в России, бабки на скирду и на пропаганде. Дураков-россиянчиков им по ушам поездит год, два, три, пять, десять, а потом, когда все закончится, Владимир Владимирович отойдет, а Денг Соловьев тоже шмотки соберет, уедет туда и там будет жить, бить, венцов, пить, на озеро смотреть и над россиянчиками, гречкоедами смеяться. Нет, уже так не получится. Еще раз говорю, он под санкциями, понимаете, что с человеком творится, да? Теперь он будет в Москве постоянно сидеть, а вы скажете, он уедет в другую страну потом. Нет, не уедет. Он, если поедет в другую страну, он боится будет сильно, понимаешь, столько уже всего наболтал, натрепал, и вот просто вообразите, теперь душевное состояние этого организма, да, что он хочет всех захватить, и Францию хотят разбомбить, и украинские города, а вот теперь Лондон, Париж просто сидит бедненький, обкушавшись чего-то, да, каких-то веществ и орет постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok